Смертельно опасной стала дорога на кладбище. Пешеходный мост, ведущий через трассу М7 на Федяковской кладбище, раскачивается как какой-нибудь аттракцион. Вчера была Радоница, и тысячи людей пришли, чтобы почтить память своих близких. И вот как им приходилось идти. Когда проходите, да, и он как-то болтается. А народу много, мы же не по одному идем, а толпой. Не выдержали, значит, сваи, наверное, что ли. Он давно уже требовал ремонта. А у нас как? Сегодня и завтра, сегодня и завтра. Были здесь осенью, он также болтался, но они ничего не сделали за это время. Так что, извините. Может, не знали? Им почему? Говорят, что звонили в Топское куда-то. Это же в Топске. Район Топ. После того, как стало понятно, что ходить по этому мосту опасно, туда прибыли сотрудники МЧС. Сначала движение по мосту ограничили, пускали только по 10 человек, но качка усиливалась, и мост решили вообще закрыть. Но некоторых людей это не останавливает. Люди лазают через закрытый мост. Скажите, пожалуйста, по мосту же ходить нельзя? А как перейти? Ну, вон там переходит. Не знаю. Ничего, нормально, все. Просто дует там и все, больше нет ничего. Ну, не идти же туда, 3 километра туда, 3 километра обратно. В мосту опасно. Мое состояние здоровья позволяет через забор. Трудно, трудно. Хоть молодым, хоть пожилым в остановку туда пройти и обратно вернуться. Это тяжело. Мы стали выяснять, а кто же довел мост до такого состояния. За комментариями мы обратились в Главное управление автодорог Нижегородской области. И там в официальном писемном ответе нам заявили, что не знают, кто отвечает за этот мост. Даже неизвестно, кем он был построен. Но, скорее всего, он был построен торговым центром. Но в торговом центре свою причастность к этому мосту также отрицают. Гуада, по нашему запросу, сказал, что принадлежит вам. Вы за него ответственные. Это неправда. Этот мост как раз и принадлежит Гуаду. Да. То есть этот мост к вам никакого отношения не имеет? Никакого отношения к нам не имеет. Мы его не строили. Его строили Гуад и передавали его городу. Мы видели тоже, что он в таком плачевном состоянии. Тоже делали запросы. То есть вы его не строили? Мы его не строили, мы его не обслуживали. И, к сожалению, не можем даже никак повлиять на то, чтобы его отремонтировали. В общем, откуда этот мост появился в Нижегородской области и кто за него должен отвечать, история темная. Но сегодня специалисты главного управления автодорог Нижегородской области приехали туда, чтобы лично оценить состояние моста. Мы выехали, посмотрели на данное состояние без экспертизы, без технических средств. В каком он на данный момент это состояние? Вот для дальнейшего уже принятие решено. То есть просто визуально? Визуально, да. Без экспертов. Визуально в каком он состоянии? Ну, есть вопросы. И вот в состоянии есть вопросы. Поэтому сегодня и для дальнейшей работы мы первый шаг сделали, будем говорить. А сейчас какая дальнейшая работа будет? Что будет? Ну, оценкой будет его состояние по поводу возможной эксплуатации или невозможной эксплуатации. Он качается, но это, будем говорить, его состояние рабочее. А вот именно в каком, то есть амплитуде, то есть именно его техническое состояние в данном случае позволяет его эксплуатировать? Нет, это уже должны установить экспертизы. Без расчетов, без специального обследования, работоспособность данного сооружения сейчас стоит под вопросом. Когда мост приведут в порядок, сказать сложно. Нужно определить баланс одержателя, включить мост в ремонтную программу, ну и так далее. Ну, а пока, чтобы люди хотя бы не лазали через закрытый мост и не ходили по нескольку километров в обход, в ближайшие дни планируют открыть в 200 метрах от этого моста регулируемый пешеходный переход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова